Я сразу говорю, это маслом там не намазано, а это расстрельная должность. На расстрельной должности Валерий Кожевников прослужил 15 лет. От предложения стать заместителем главы полномочного представительства Бурятии при президенте в Москве, экс-министр отказался по личным причинам – из-за здоровья родителей. Десять дней назад он сменил кабинет министра на кабинет главного врача онкологического диспансера. Основная задача на сегодня – достроить онкоцентр, ведь запустить его должны были еще три года назад. Но сейчас построен лишь корпус лучевой терапии. Все же в проекте бюджета на 2018, 2019 и 2020 года сумма финансовых средств будет составлять от Российской Федерации 2 миллиарда 734 миллиона. То есть в 2018 год 734 планируется, это сейчас будет изменение, скорее всего, в бюджет, но в втором тене в Государственной Думе – 2019 год миллиард и 2020 год миллиард. Амбулаторно-клиническую службу новоиспеченный главврач рассчитывает запустить в первом квартале 2019 года. Вопрос кадров уже решается. Когда мы будем подходить к концу строительства главного корпуса или поликлиники, у нас в последнее время учатся люди, скажем, в Томске, вне онкологии у нас проходит обучение по ординатории, врач-онколог. У нас там учится аспирант наш второго года, который, я думаю, защитит и приедет к нам. Самое главное, есть несколько наших земляков, которые работают вне нашей республики, скажем, в Красноярскую диспансерию, работает врач-онколог, уролог, мама работает у нас, врачом. Он готов сюда переехать, когда у нас будет отделение. То есть у нас есть люди, которые готовы вернуться в республику. После визита министра здравоохранения страны распределили очередность ремонтных работ. После сдачи онкологического и перинатального центров возьмутся за реконструкцию республиканской и инфекционной больницы. Есть проблемы по районам республики. Это входные ворота Тункинской больницы. Но худо-любедно там идет реконструкция, и необходимо сделать все возможное, чтобы там появилось сегодня детское подразделение. Необходимо в Тарбогатайском районе. Это единственный сегодня район, который не имеет сегодня нормальной материально-технической базы. А вот кто возглавит Минздрав, пока неизвестно. В числе претендентов 17 человек. Профессионал и молодой. Найдите. Поэтому задача не из легких. Юлия Пермякова, Сергей Петров. Новости дня.